Вера Ефимова проверяет параметры работы котла. На первой котельной она трудится уже около 30 лет. За это время прошла путь от оператора до начальника цеха. Рассказывает, по образованию она педагог. Но обстоятельства сложились так, что пришлось сменить профессию учителя на производство. Вера Ефимова выучилась на оператора котельной и в 22 года начала работать на коммунальном предприятии. В первый день для меня это был вообще шок. Очень все казалось непонятным. Я даже, честно говоря, не думала, что я смогу там работать. Было все очень страшно. Оборудование, котлы, шум, операторы, которые тогда проработали 20 лет. Я на котельную пришла, была самая молоденькая девочка. Со временем Вера Ефимова освоила эту ответственную и непростую профессию. Активно помогали старшие коллеги. Многое приходилось изучать самой. Признается, чем больше работала на котельной, тем больше ей это нравилось. Поэтому получила второе высшее теплотехническое образование и уже не представляет свою жизнь без родной котельной. Сегодня у Веры Ефимовой в подчинении больше 60 человек. Ремонтный персонал, операторы котельной, сменные мастера. Все разные, к каждому руководитель находит свой подход. Всегда пытаюсь, чтобы в коллективе присутствовало дружелюбие, доброта, понимание друг к другу, взаимопомощь. Всегда хочется, чтобы были теплые и комфортные условия. Как руководитель очень внимательный человек и к обращениям, если даже по личным вопросам мы обращаемся, то всегда находим поддержку. Как руководитель вполне довольный, что именно женщина руководит таким большим объектом. Очень ответственная, требовательная. Все требует. Замечательный у нас начальник котельной. По словам Веры Ефимовой, за 30 лет первая котельная стала для нее родным домом, коллеги второй семьей. Признается, каждый день с удовольствием ходит на работу, несмотря на то, что ежедневно приходится сталкиваться с различными ситуациями и порой принимать непростые решения. А ответственность на плечах этой хрупкой на вид женщины лежит большая. От слаженных действий ее коллектива зависит подача тепла и горячей воды в дома новоуренгойцев. Дарья Леонтьева, Даниил Жиделев, информационное агентство «Импульс Севера». Продолжение следует...